Всем большой привет! Сегодня у нас очередной выпуск визологии, это по счету уже четвертый, насколько я помню. И я думаю, что будут выходить они в таком формате еженедельно, но не допускаю, что иногда будет недельный перерыв. В том случае, если у меня особо не будет новостей, никакого прогресса, то смысл их выпускать. Сегодня мы с вами поговорим о том, что я конкретно вяжу, а что у меня на спицах. У меня сейчас три проекта в работе. Потом хочу поговорить... Я тут просто смотрю, у меня записана тема, что я хочу сегодня говорить, поэтому иногда буду подсматривать вниз. Поговорим о книгах. У меня несколько книг пришло по почте, мои заказы. Две из них это подарки, одна из них я сама заказывала. И две книжки я брала в библиотеке. И потом мы поговорим о следующих проектах, что я хочу связать дальше. И немножечко о моей концепции вообще вязания, что я хочу в следующем, в будущем делать. И дальше я немножечко коснусь предыдущей темы авторского права. А точнее я скажу сразу же, что конкретных каких-то рекомендаций у меня пока что не будет. Потому что возникло очень много комментариев и вопросов дополнительных. Вот на эту тему, в общем-то, я хотела бы и поговорить. Напишу на экране, что с какой минуты начинается, чтобы и под видео будут прям поминутно горящие линки. Вы можете сразу перейти на тот вопрос, который вас интересует. И чтобы вас не мучить, сразу скажу, что у меня с волосами. Я помыла голову, поэтому корни я высушиваю всегда феном. А концы у меня пол мокрые. Я их никогда не досушиваю, чтобы не присушивать. Поэтому, в общем-то, выглядит все это, наверное, очень странно. И начнем с того, что у меня сейчас... А, подождите, нет, нет, нет. Я еще самое главное забыла, что в конце этого видео у нас будет розыгрыш двух замечательных призов по случаю 10 тысяч подписчиков на моем канале. Если честно, это как-то быстро все так произошло. Я даже не ждала, потому что я уже давно на ютюбе. Наверное, это чуть ли не пятый год. И подписчиков у меня было всегда немного. Почему? Потому что тема канала была размыта. И, в общем-то, выпуски были очень нерегулярные. Сейчас, я думаю, что я окончательно определилась. Это будет вязальный канал с редкими вкорплениями каких-то других вопросов. Если уж мне прям что-то очень сильно захочется показать по Канаде. Я не знаю, если вы смотрели мое видео, но в основном я снимаю видео тогда, когда мне действительно есть что-то рассказать, показать. То есть, воду я лить, в общем-то, не люблю. Поэтому вот так вот, да, по Канаде будут видео, но очень-очень редкие. Это для тех подписчиков, которые подписывались по тому вопросу. Больше же, конечно же, будет вязание. И призы будут просто фантастические. Обязательно досмотрите до конца. И я бы сама хотела даже поучаствовать, если бы я их сама не дарила. Так, переходим к первому вопросу. Это что на спицах? Вот у меня тут в корзинке я все сложила. Вообще лежит все по разным местам. Кстати, небольшое отступление. Хочу завести себе какие-то проектные сумочки для работ. Вот, потому что вот все это лежит. Вот, например, у меня есть одна проектная корзинка, да. Но иногда получается, что проектов больше, чем один. И все это непонятно, где как лежит, в каких-то коробках, каких-то вообще непонятно чего. Мне хочется сделать несколько сшить проектных сумочек. И в них хранить вот именно текущее вязание, чтобы все это аккуратно лежало. Можно аккуратно было переносить. Значит, начну с нашего одеяльца, которое из остатков, да, из мотивов. Я о нем подробно рассказывала в предыдущем выпуске. Поэтому, если вы видите это в первый раз, то сходите, посмотрите. Вот, что я на данный момент связала. Изначально думала, что буду только из таких темных цветов солидных делать. Но потом подумала, почему, в общем-то, если мне пряжа нравится, почему бы не разбавлять ее каким-то яркими вкраплениями. Вот, например, у меня есть стопроцентная альпака. Вот такой яркий, такая яркая бирюза. В общем-то, я подумала, что ничего такого страшного нету. И мне очень нравится его вязать. Это прям такая отдыхалочка, когда не хочется вообще напрягать голову. Эти квадратики вяжутся быстро, меняешь пряжу, подбираешь. В общем, очень интересный процесс. Если у вас есть остатки или пряжи, несколько ненужных мотков, просто которые можно пустить на это дело, очень всем советую. И еще, я тоже рассказывала в прошлом проекте, что мы вяжем совместник, ну, как относительно совместник такой, по обмену остатками. То есть, если вы хотите поучаствовать, то оставляю ссылку на мою группу ВКонтакте. Там я создала отдельную тему, где можно записаться. Записывалась мы до 25 марта. Давайте поменяем на 10 марта, потому что, ну, очень долго до 25 марта. Смысла в этом нету. До 10 марта пишите под видео в группе свой город. И если вы хотите участвовать в пересылке за границу, то пометьте это. Потому что по умолчанию я буду сделать пары по обмену внутри одной страны. Или, если это Европа, внутри Европы, там, если это Америка, Канада между собой, да, чтобы меньше люди платили за пересылку. Но если вы готовы к международной, то обязательно укажите это. И спасибо моим подписчикам, которые высылают мне свои моточки без обмена. Просто так мне будет очень приятно их получить и дополнить свою одеялко. И я буду знать, что часть из них от определенных людей, часть этого одеяла от определенных людей. И оно, в общем-то, будет действительно, как по-английски, оно называется Cozy Memory Blanket. То есть уютные воспоминания. Действительно, помимо того, что каждый из этих пряж не что-то напоминает, потому что это остатки конкретных проектов, будет еще и в кусочке от моих подписчиков и друзей. Нитки у меня, видите, все сейчас торчат. Мне это не нравится. Я вообще собиралась после каждого, вот сколько я за день связала, сразу их заправлять, чтобы они мне не разряжались, чтобы потом это все не делать за раз. Часть я уже спрятала, часть еще остались. Думаю, что займусь этим вопросом и уберу, прежде чем что-то дальше вязать. Следующий проект – это носки. Почему я их набрала? Вообще, я не люблю вязать сразу несколько проектов. Я люблю работать над одной вещью, чтобы ее закончить и приступать к следующей. Но так складывается обстоятельства, что я не всегда могу вязать то, что я хочу. Почему? Потому что у меня маленький ребенок, и она у меня спит только на руках. И, в общем-то, это в основном время, когда я вяжу. И большой проект с ребенком на руках не очень удобно вязать. Поэтому я начала еще и маленький проект – это носки. Вот так вот они у меня сейчас тут выглядят. Из пряжи, которая сама делает рисунок. Два носка сразу в технике Magic Loop. Вяжу их на спицах хия-хия. И вяжу новым для себя способом от носочка. Спасибо всем, кто мне порекомендовал под одним из моих прошлых видео вязать именно с мысочка. Это просто суперспособ. Но с набором Джудио есть такой набор. И оказалось, это настолько просто. Это намного проще вязать и сам набор делать, нежели Magic Loop, когда вы делаете с голени. Потому что, когда вы делаете с голени, вам нужно делить это пополам, переворачивать, спицу вытаскивать. Здесь же вы сразу набираете на две спицы вот этим методом. И просто одну спицу вы подталкиваете. И набор оказывается на леске и на спице. Все. Нужно сразу вязать. Никаких больше телодвижений сложных делать не нужно. Во-первых. Во-вторых, очень аккуратный мысочек получается. Здесь не будет никакого шва. Он закругленный, он аккуратный. Такой сплошной. И буду вязать пятку бумеранг. В общем, все элементарно. Все. Я теперь буду однозначно вязать только этим способом. Потому что настолько удобно. Приятно. Весь, вся загвоздка только вот в этом наборе джуди, который нужно просто сесть и понять. То есть, есть очень много видео на ютюбе именно подробных, как его делать. Просто надо понять, куда идет нитка. Нужно для себя уяснить, что с одного пальца нитка охватывает одну спицу, с другого пальца нитка охватывает другую спицу. И они никогда не переходят там на другую спицу. И вяжу я из одного моточка, с двух сторон, с серединки и с начала. И получается, что рисунок у меня немножечко отличается. Но просто с цветовой гаммой. Потому что, соответственно, в противоположном направлении идет вязание, да, в другом, второго носка. И мне это ни капельки не волнует. Я думаю, что вы даже не заметили, когда я вам показывала. Потому что, вот, например, часть совпадает, вот где беленькая, да. А здесь это то же самое, просто в обратном направлении. И это абсолютно нормально смотрится. И я вообще не возражаю. То есть, мне это нравится. Вяжу на спицах хия-хия 2 миллиметра. Набирала 60 петель. И даже не делала никаких расчетов в измерении. Открыла книгу Стефани Вандерлинден. И у нее есть таблица по пряже, по носкам, на какой размер, сколько петель набирать. Эта идея воспользовалась у моей подруги Саши. Саша, спасибо тебе за такую идею, что можно просто воспользоваться таблицей, ничего там не вязать и не рассчитывать. Так и сделала. Посмотрим, как это подойдет, как все это будет смотреться. Кстати, хочу добавить, что Катюша Сапа сняла видео о своих любимых блогерах. Спасибо ей, что она меня туда включила. Именно поэтому я набрала 10 тысяч так быстро. Я не рассчитывала. У меня было, когда она мне рассказала, по-моему, 2 200, что ли. И вот буквально за несколько дней я уже практически приблизилась к 10. Это, конечно же, из-за того, что она обо мне рассказала. И я вообще давно хочу снять такое видео, но я его теперь откладываю, потому что вот у меня есть подруга Саша, которая в Андорре живет. И она немножечко меня постарше, но меня это никак не смущало, потому что у меня есть подруги любых возрастов. И которым 20 лет, и которым 30, и 40, и даже 65. Причем про 65 я не шучу и не утрирую. У меня действительно есть такая подруга из колледжа. Мы очень хорошо общаемся. Это канатка. Она ко мне приезжает практически каждую неделю в гости. И мы отлично общаемся. Так что никаких проблем. Саша очень классная. И я жду, когда же она откроет свой канал. Она обещает, что вот-вот она начнет снимать. Она тоже вяжет. Она много чем занимается. Она очень интересная и своеобразная человек. Я думаю, что это будет еще одна жемчужина Ютуба, которая... Знаете, это человек, который вне трендов и вне моды. Со своим мнением, со своим видением мира. И мы с ней очень сильно... У нас все с ней на одной волне примерно. Очень похожие вкусы, взгляды. Но не на все, конечно. Мы очень, в общем, резонируем в действиях. Поэтому я очень жду, когда же Саша откроет свой канал. И тогда я уже сниму видео о своих любимых каналах. И последний мой третий большой проект. Это, конечно же, серый свитер из яка для моего мужа. И, как вы видите, я его не закончила. Ну, в принципе, я нормально. Потому что было бы идеально закончить его за неделю. Но я себе дала срок две недели. И я уверена, что я смогу его закончить за эту неделю. Потому что все соединено. У меня все стопорило. То, что это нужно было сесть и вот это вот все соединить. Оставить нитки на подрезы и доделать расчеты. Потому что я их уже переделала миллион раз. Как вы знаете, там вот такой рисунок в конце косы. Я уже показывала, да. Видите, что она вот так сужается. То есть петли с 35 сужаются до 3 петель. То есть здесь 32 убавки. Соответственно, нужно было это учесть на убавках реглана. Что их должно было быть меньше. Потому что здесь уже есть убавки. Во-первых. Во-вторых, я делала еще и анатомические убавки. Соответственно, у меня это было... Усложняло все расчет. Я использовала ту же ссылку, что и Саша Нит. Она же вот ее давала. Сашу Нит. И я ее еще раз оставлю под видео. Уже тоже оставляла. И ссылку на свитер. Все это еще раз я оставлю. Косу. Меня часто спрашивают. Схема косы. Она есть в описании этого свитера. Я оставлю все это на ссылку под видео. И по анатомическому реглану скажу сразу. Я видела, что Саша распечатывала вот эту выкройку. И я немножко не поняла, зачем. Потому что девушка там приводит полный анализ расчетов, которые она произвела. Просто она показывала алгоритм, как она к этим расчетам пришла. Но вообще, по сути, это просто можно подставить формулы, свои значения. Как я делала. Вкратце расскажу сейчас, как расчеты делала. Но потом, я думаю, если будет кому-то интересно, то я сделаю отдельное видео, как я его довезу. Если я буду довольна результатом по расчетам. Выкройку составила благодаря сайту, где делаются выкройки. Тоже оставлю ссылку внизу. То есть, там было буквально все рассчитано, сколько мне петель на что набирать. Где мне делать убавки и так далее. Но эта программа не делает в расчет реглана. Она делает как шивного реглана. Но вы можете эти данные использовать. То есть, вы знаете, например, какой высоты у вас будет пройма, сколько у вас рядов будет. Вы знаете, сколько убавок на рукава. То есть, это такая сильная помощь, что вам буквально всю работу за вас почти что сделали. Вам нужно будет рассчитать только реглан. Именно где вам делать убавки со всеми значениями, которые уже программа за вас рассчитала. И вот там приходит на помощь вот этот сайт, который Саша оставляла. Не нужно все эти отрезки мерить и так далее. Нужно просто в конце дойти, где вот уже девушка приходит к выводу, что ей в итоге нужно, из чего на что делить. Просто нужно подставить свои значения из выкройки, которые рассчитала другая программа. И потом раскидать эти убавки уже самостоятельно. То есть, на самом деле кажется, что это все очень сложно. На самом деле все, что вам нужно, это связать большой образец. Большой обязательно, чтобы узнать точную плотность. То есть, маленький вам наврет очень сильно, как я уже говорила. Большой образец. Обмерить хорошо своего себя или мужчину. Забить туда данные обмериватели. Программа рассчитает вам ряды, количество петель и так далее. И потом просто подставить формулу, так сказать, свои значения. И потом раскидать убавки по рядам, количеству рядов, которые вы там определили. В общем-то, все очень просто. Об этом подробно я расскажу в другом видео, когда закончу свитер. Что хочу сказать по свитеру. Я довольна пока что, как все это выходит. Но скажу сразу, что у меня вот здесь вот я не состыковала так, чтобы полоски были полоска в полоску. Сейчас расскажу почему. Во-первых, у меня подрезы 8 петель. И по выкройке, да, то есть программа рассчитала, что это 8 петель. В то время как рисунок у меня 3 на 3. Было бы логичнее сделать 9 петель. Но это бы совершенно мне не помогло. Почему? Потому что в местах, где должно быть подрезы, не получалось с того, чтобы рисунок сходился. Конечно же, если бы очень сильно заморочиться, можно было бы его сделать. Но я подумала, что это не так для меня важно. Соответственно, если 8 петель, у меня вот эти полоски разбиваются. Ну и это еще полбеды. Когда я посмотрела, что полоски разбиваются, я уже начала вязать. Я подумала, наверное, надо распустить и что-то придумать. Но потом до меня дошло, что убавки-то у меня не регулярные. То есть у меня с одной стороны много убавок, с другой стороны мало убавок. И еще они идут с разной периодичностью. Поэтому мне абсолютно эта стыковка ничего не решит. Точнее, стыковки не будут в любом случае, хоть ты умри. Поэтому я решила вязать и посмотреть, что будет. Пока что у меня все устраивает, как получается. Достаточно красиво. Это не портит свитер. И я думаю, что абсолютно это нормально смотрится. Когда закончу изделие, я вам все подробно покажу. Вы сами посмотрите. Кстати, вот Саша Нит сейчас выпустила тоже видео о том, как она вязала свой большой свитер весь там в японских узорах. Вообще молодец, что у нее все так она там состыковала. Столько узоров. Честно сказать, может быть просто это так страшно на это смотреть со стороны. И когда до этого уже руки доходят, это не так уж и сложно. И сейчас я думаю, что... Да, какая была глупость, что я решила, что буду вязать снизу, что снизу будет легче вязать. На самом деле, сверху прекрасно бы я делала прибавки по рисунку. И, наверное, ничего бы в этом сложного не было. Но, как есть, в общем-то, я уже на финишной прямой. Осталось совсем немножко. И я думаю, что скоро я этот свитер закончу. Ура! Переходим к следующему пункту сегодняшнего нашего видео. Это книги. Сначала покажу две книжки, которые мне подарил мой муж на День с Ту Валентина. Если честно, мы День с Ту Валентина и не отмечаем. Это как бы не наш праздник. У нас есть свой там День семьи и так далее. Но он как-то предложил почему-то, а я не нашла в себе сил отказаться. Вот, поэтому он мне сделал подарок. Это две вот такие книги. про окрашивание натуральной пряжи, в общем. Ну, или ткани, чего угодно, да. То есть, про натуральные красители. И эти красители, это именно растения. То есть, это не что-то там покупное, какие-то порошки. Ну, естественно, их можно купить, если вот такие растения не растут. Но это вот именно вот такие вещи. Причем местные нашему континенту. Что практически то же самое, что и в России, в средней полосе, где я жила. Потому что климат, в общем-то, очень схож, если не считать, что у нас сдвинута сезон немножко. У нас осень очень долгая и красивая. И очень долгая. И поздняя весна. То есть, у нас только в мае все примерно начинается. И здесь, в общем-то, окрашивание. Например, вот видите, это сладкий картофель. Ну, нет, оно называется не сладкий картофель. Но вы поняли, да, что вот это вот, который картошку можно копать и кушать. Вот, например, ежевика. Черника, точнее. Вот зверобой. Вот гибискус, например. Причем гибискусом, смотрите, какие красивые цвета. Сиреневые можно красить. Вот тут у нас есть, кстати, что у нас тут есть. Вот такие цветочки, не знаю, как называться, но я знаю, что они тоже везде растут. Вот георгинами даже можно красить. Потом здесь я видела тысячелистник, крапиву, что тут еще, бархатцы, бузина. Кстати, бузиной очень можно красивые цвета получить, тоже покажу. Вот, например, листьями вот такие цвета. И вот можно ягодами получить какие красивые цвета. Просто невероятные. И я знаю, что в России очень-очень много бузины. Вот щавель. Ну, в общем, куча тут всего. Ревень, вот грушей можно. Смотрите, грушей, как красиво можно цвет бордовый получить. Кстати, вот эта вот табличка дана. То есть, да, одно растение, видите, как много разных цветов. Это потому, что потом можно делать разные ополаскивания. Есть ополаскивание с железом. Вот, кстати, папоротник вот этот вот. Я собираюсь попробовать, хотя тут такие, не знаю, на любителя цвета получаются. Но у нас он растет очень много. Вторая книжка очень специфична для именно Соединенных Штатах Америки. Причем именно, хотел сказать, для Северной Америки больше, для Соединенных Штатов. Потому что здесь, например, попадается окрашивание плодами кактуса. Знаете, такие розовенькие. Не знаю, найдущихся их или нет. Но, что примечательно, да, вот они, вот опунция. У нас это продается в сезон ящиками, стоит очень дешево. То есть, ящик 3 или 5 долларов стоит. Поэтому я думаю, что я попробую именно этими кактусами красить. Потому что очень яркий цвет ферментирования. Вот, например, ферментированные кактусы дают вот такой вот яркий цвет. Что, естественно, натуральными красителями достаточно трудно получить какие-то яркие цвета. Но вот это прям вообще супер. Мне очень нравится. И здесь вот эти вот, например, растения у нас тоже их очень много. Можно без проблем будет найти. В общем, несмотря на то, что мне в Канаде достаточно сложно заготавливаться травами. Например, я очень люблю заготавливать натуральный чай. И в России мы всегда в моей семье собираем травы. И у нас всегда есть травяной чай. И у меня всегда есть целый мешок дома. Здесь мне как бы трудно это делать. Хотя что-то я нахожу. Но, посмотрев эту книгу, я поняла, что я очень много найду вообще без проблем. Зайдя в любую посадку, в любой лесок, у нас тут таких полным-полно. И вот эта книжка, она очень вдохновляющая. Потому что здесь очень красивые картинки. Вот я так немножечко вам покажу. Очень красивые фотографии, именно ориентированные на местные растения. В общем, меня это очень сильно вдохновляет. Потому что еще я смотрю сейчас YouTube, начинаю по натуральному украшению. И там вот именно увлеченные люди, они так это интересно рассказывают. О том, насколько натуральные краски, многогранные, их очень сложно снять на камеру. Потому что там просто переливы цвета, очень много тонов и подтонов. И на картинке это просто не передать. И это сложные такие цвета, которых очень сложно добиться кислотными, да. Как это? Кислотными, химическими в общем красителями. И с одной стороны, это очень долгий и трудоемкий, дорогой процесс. Потому что накрашение натуральными красками практически это можно сутками красить. А если ты делаешь ферментированный раствор, то и неделями. То есть это очень долго. И я понимаю, что, например, если красить на продажу натуральными красками, то это, ну, прям таким очень нерентабельно. Я думаю, мало найдется ценителей платить какие-то большие деньги за такие краски. Но все-таки, я думаю, такие ценители есть. Не знаю насчет того, чтобы там делать что-то на продажу. Но для себя я хочу однозначно попробовать. Покрасить какую-то пряжу. Закажу себе несколько основ. И, в общем-то, летом это будет у нас такой проект. Не знаю, насколько получится. Потому что ребенок еще у меня совсем маленький будет. Но когда она подрастет, мы точно с ней этим займемся. И следующее, чем тоже хорошо заняться с ребенком для себя и что я схватила в библиотеке, это вот такая книжка о том, как делать корзинки из иголок ели. Ну, это ель такая с очень длинными иголками. Кстати, я не знаю, у нас в уровне же я таких что-то даже не промебинаю. Но здесь у нас их вокруг полным-полно. И когда я просто увидела, я схватила, потому что... Это, кстати, еще одна идея делать проектные корзины для вязания. Бесплатно. То есть, пожалуйста, иди собирай иголки, бесплатно делай корзины из натуральных материалов. В общем-то, меня эта идея очень вдохновляет также. Единственное, что они пишут, нужно собирать их ближе к осени желательно. Конечно, придется ждать достаточно долго. Но это очень интересно, и нужно замачивать иголки всего лишь полчаса в горячей воде перед тем, как что-то делать. Просто когда-то давно я видела статью или передачу про эти корзинки из иголок на русском языке. И там было... Что-то надо было их вымачивать чуть ли то же неделями, несколько суток. Что-то там менять воду постоянно, каждый день. В общем, очень все было сложно. Здесь я прочитала никаких сложностей. Просто полчаса кипятком залил и вожал. И следующий журнал, о котором я сегодня хочу поговорить, это Making и тема журнала Fauna, второй выпуск. Этот журнал на английском, но я, наверное, мои книжки все, в общем-то, на английском. Поэтому тем, кто знает английский, повезло. К тем, кто не знает, возможно, когда-то это что-то подобное будет уставаться. Я не знаю. В общем, что хочу сказать. Узнала об этом журнале через Инстаграм. У него есть свой каштаг, оставляю на экране и свой профиль, оставляю под видео. Вы можете посмотреть, потому что там действительно очень вдохновляющие проекты. И у них на сайте очень много фотографий из этого самого журнала. И я часто покупаю такие журналы не из-за того, что мне хочется что-то конкретное сделать. Хотя у меня есть некоторые проекты, которые я хочу отсюда сделать. А из-за того, что он очень вдохновляющий. Атмосферные фотографии. Вот, чтобы вам немножечко покажу. Эти все фотографии, в принципе, есть у них на сайте. Поэтому ничего такого страшного я не думаю, что здесь есть. Есть вот такой, например, проект. Тоже хочу его делать. Именно для ребенка. Видите, бабочки в коконе. То есть можно будет эту бабочку засовывать в кокон. Сначала, когда я увидела, я подумала, что это какая-то глупость. Но сейчас я что-то сама загорелась. И, в общем-то, это все делать. Вот есть репортаж из фермы. И тут я смотрю альпака. Я знаю, что правильно альпака, но дурацкое слово альпака. Альпака, в общем-то, есть. И овцы. Что-то там еще. В общем, все так, как я люблю. Очень красиво тут все сделано. И в конце куча описаний, в общем-то, проектов, которые здесь есть. И однозначно я буду из этого журнала делать вот этот вот проектик. Это свитер с головой оленя из коз. Переплетение жгутов и так далее. То есть, как раз я хочу утилизировать таким образом свою пряжу Vita Brilliant кремовый цвет. Единственный вопрос, мне надо посчитать, хватит ли мне на нее. Хочу ее извязать. Она мне нравится как к телу. То есть, она немножко колется. Но носить свитер абсолютно можно. Достаточно комфортно. Носится она, как мне люди говорят, очень хорошо. В полотне она лежит хорошо. У меня есть из нее картиган. В общем-то, будем утилизировать именно в этот свитер. И это будет один из моих следующих проектов. В общем, если вы доходитесь в Штатах или в Канаде, советую вам этот журнал. Есть первый выпуск, который называется Flora. Он мне очень понравился. Там на сайте фотографии. Там такие красивые проекты. У них будет перевыпуск. Сейчас он у них распродан. Перевыпуск будет весной. Я обязательно куплю и новый выпуск весной, и перевыпуск Flora. И, в общем-то, последняя книжка, которую я тоже взяла в библиотеке, называется Sequence Knitting. И такая она толстая. В Канаде она уже везде sold out. Распродана, но я знаю, что будет новый перевыпуск. В библиотеке нашлась. Что же это за книга? Эта книга, скорее, как раз для дизайнеров. Не могу много рассказать про эту книгу, потому что я еще только ее бегло посмотрела. Вот так вот она практически выглядит внутри. Куча, так сказать, здесь справочной информации. Это о том, как математика, геометрия соотносится с вязанием для дизайнеров, чтобы рассчитывать именно узоры, чтобы они сходились хорошо. То есть как раз я вяжу свой свитер, и не особо там у меня сошлись рисунки, о чем, в принципе, это не испортит его. Но если бы я была дизайнером, мне бы нужно более ответственно к этому подходить. И вот эта книга именно об этом. Какие использовать рисунки и математику в своих расчетах, чтобы, в общем-то, были идеальные дизайны. Не знаю, если честно, я прочитаю название вообще, как ее использовать, потому что пока я не увижу вообще, ну, как-то, не знаю, не пойму я, как ее тут применять. Вот так вот примерно выглядит развороты, например. И посмотрю, если она действительно такая нужная мне будет, если когда я буду свои дизайны делать, как книга-источник, да, куда можно заглянуть, как референс, то я закажу себе и куплю. Но как обычному вязальщику, да, который там по схемам вяжет или какие-то обычные, не сильно замудренные делает свои дизайны, она однозначно не нужна. То есть это кому-то уже более продвинутому, уже конкретно дизайнерам такое, я бы сказала, нужно. По книжкам у меня на сегодня все. Вот такая, пять таких стопочек получилось. И теперь я хочу поговорить о следующих проектах своих. Потому что у меня уже свитер-мишн подходит к концу. Одеяло у меня будет в процессах очень-очень долго. Я не буду его показывать в каждом видео. Скорее всего, я покажу еще в следующем видео, потому что еще есть время, когда я закрываю совместник по обмену маленькими пасмочками, да. То есть и просто как напоминание буду говорить об этом. Но потом я не буду его часто показывать, буду показывать, когда уже есть какой-то большой прогресс. Буду делать вот этот свитер с оленями из Виты, который вам показала. И я очень, честно говоря, рада. Потому что мне не всегда хочется заниматься расчетами. Это интересно, конечно, бывает. Но когда время ограничено, хочется просто что-то открыть и вязать. И получить хороший результат и удовлетворение. В общем-то, вот этим я и займусь. Еще нашла совершенно случайно просто фантастические две схемы узоров схемы подушек. Ставлю на экране картинки, как это выглядит. Я так поняла, что это от Рован схемы. Они платные, достаточно дорого стоят. Но, блин, это же какая красота. Это вот эти ботанические схемы. Это то, что я люблю. И у меня есть моток вот этот большой акрила кремового. Я, кстати, задумываюсь, не связать ли мне из него как раз какую-нибудь из этих подушек. Я думаю, будет достаточно... Это хватит с головой. А может, и на обе подушки мне хватит. Единственное, я не знаю, попаду ли я сильно в плотность. Потому что он очень толстый. Не смотрела, какая там пряжа, насколько она тоньше используется. В общем, если попаду, то обязательно буду это вязать. И еще хочу связать также мужу шапку. Скорее всего, из этого же яка. Сейчас не вяжу, потому что мне нужно смотреть, сколько у меня на свитер уйдет, чтобы точно хватило. И из остатков, если хватит, обязательно свяжу шапку. То есть, это вот мои следующие задумки. Свитер с оленьем, шапка и подушка. Ну и, соответственно, носки будут всегда у меня где-то на заднем плане тоже вязаться, как и одеялко. Вот такие вот дела. Теперь хочу затронуть немножечко прошлое видео. Это об авторском праве и ударениях. Я ожидала, честно говоря, еще больше, хуже реакции, худшего. У меня даже приснился сон, когда я выпустила это видео. Мне приснился сон, что я проверяю, и у меня там одни дизлайки. Но на самом деле, на удивление, очень много лайков, практически, по-моему, 200. И дизлайков, по-моему, там что-то 15 или около того. Спасибо, очень удивлена. Нам, конечно, есть несколько комментариев, достаточно негодующих, так сказать, и парочка есть даже не особо лицеприятных. Но этого стоило ожидать, и это нормально. Извиняюсь, что я не всем ответила. Я сначала начала отвечать, и потом я с конца начала отвечать, и вот кусок середины у меня завис. Да, я постараюсь отвечать, но, в общем-то, спасибо всем, кто поддержал. И тем, кто против, это нормально, что вы против, потому что не может быть двух одинаковых мнений, в общем-то, у каждого свое. Но что меня удивило, что авторское право само по себе мало кого волновало. В основном отписались именно блогеры по этому поводу. Всех волновал именно говор, акценты и так далее, ошибки и тому подобное. Я скажу только одно. Давайте вместо того, чтобы друг друга затюкивать в орфографии и так далее, будем просто терпимее к друг другу относиться и вспоминать, что на первом месте все-таки должен быть человек, а не правил русского языка. Нужно, конечно, стремиться к грамотности, но не ставить это целью, что друг друга давайте грызем и съедим, лишь бы правильно было. Кстати, заметила, что после моего этого видео, может быть, я просто стала так внимание обращать, но очень несколько блогеров прям себя так начали поправлять и намеренно говорить правильно какие-то слова, которые достаточно сложные. В общем, вывод такой, что грамотность это очень хорошо, но все-таки важнее человек, его воспитание и отношение друг к другу. Поэтому давайте не будем ставить грамотность превыше человеческих отношений и одно дело поправить какого-то друга в дружеской беседе, а другое дело критиковать совершенно незнакомого человека в нелицеприятной форме. И по поводу авторского права, в общем-то, я не ставила перед собой цель в прошлом видео дать ответы на все вопросы, произвести полную юридическую консультацию. Вопрос, который я рассматривала, был, нужно ли человеку дополнительно как-то регистрировать свое авторское право, чтобы рассчитывать на его защиту. И ответ, соответственно, нет, не нужно. И второй вопрос о том, что если этот человек вдруг не платит налоги, то это никоим образом не дает нам права об него вытирать ноги и воровать у него и так далее. Это уже право, этот человек должен сам разобраться. Но, соответственно, как и следовало ожидать, очень много вопросов поднялось по поводу, что если я вяжу такую же вещь сам, а если я ее вяжу и продаю, сразу скажу, что я не подготовилась к этой теме. И пока что не могу вам точно сказать, я не хочу, у меня есть определенный ответ в голове, но я не хочу голословно сейчас говорить. Эту информацию надо проверять, ссылаться на законодательство. И, если честно, это достаточно большая работа, потому что одно дело это закон, другое дело, что к нему еще бывает куча постановлений, комментариев, разъяснений и практика, судебная практика. Это очень много времени занимает, чтобы сделать обширный обзор. Я постараюсь эту тему посмотреть, но не буду обещать, в каком выпуске это будет. Это будет, конечно, в одних следующих выпусках название, вы поймете, что там об этом будет говориться. Вот, и еще хотела затронуть такую тему, что уже несколько человек мне в личку скидывали фотографии изделий и говорили, просили, вот просто скидывают фотографию. Мы с этим человеком в жизни не общались, ни разу я от него не слышала, не видела. Ну, может быть, я что-то когда-то писала, но, по крайней мере, я этого не помню. И просьба помочь связать это изделие. Ребят, я честно скажу, я не понимаю, откуда вообще такие просьбы. У меня такое ощущение, что это пишет какой-то человек-марсианин, потому что он не совсем, у него есть связь с реальностью. Вот, смотрите, я вяжу свитер, сама рассчитываю для своего мужа. Если, по-моему, в видео вы понимаете, что расчеты мне заняли далеко не один день, далеко не один час, то есть очень долго, да. Перед этим я думала, как этот свитер вязать, потом очень долго рассчитывала, и в итоге я вяжу, и на практике у меня вопросы какие-то другие всплывают. Ко всему этому у меня очень мало времени на вязание и на расчеты. Соответственно, вот, извините, на что вы рассчитываете, когда вы мне скидываете фотографии и просите помочь связать вещь? Что я сяду, займусь этим вопросом, несколько дней потрачу на расчеты, потом буду вам писать с пошаговой инструкции, и потом буду все это контролировать? Ну, при том, что я вас знать не знаю и даже не знаю, кто вы. Не знаю, может быть, я этим бы занялась с какой-то близкой подругой. Я бы хотела ей помочь и посвятить столько часов своего времени, которого у меня как бы и так нет, да. Но для незнакомого человека, я даже не знаю, было ли там здравствуйте, но, наверное, было. Это, по-моему, ну, too much, как говорится, спрашивать такое. Поэтому я думаю, что никто вам так не поможет, конкретную вещь какую-то вам вязать, только если это какие-то ваши друзья. Это очень большая работа, очень требует большого сосредоточения и, в общем-то, и много времени, да. Поэтому меня можно даже не просить такие вопросы. Теперь перехожу к последней части своего видео. Это 10 тысяч подписчиков на моем канале. И я вообще в шоке, что так быстро получилось. Спасибо большое всем, кто подписался. И надеюсь, что в будущем вам будут нравиться мои выпуски. И пишите под видео свои пожелания, если они у вас есть, чтобы можно было включить в подкаст или, наоборот, выключить. И перейдем к розыгрышу двух призов. Первый – это набор Чиагу. Набор спиц Small Чиагу. И, честно скажу, я вообще на седьмом небе, что я могу такой набор вам подарить. У меня в самой нет такого набора. Я покупала отдельно какие-то спицы, которые я хотела. Но вам у меня есть такой подарок. И его любезно представил магазин Pearl Lessons. И это магазин из Англии, которая, в общем-то, вся заварушка с него и началась с Чиагу и с этим магазином. С него заказывали спицы Анна Пол. Ан-Ана. Ан-Аня Пол или Паул. По-английски читается Пол, но я не знаю, может быть, это Паул. Ан-Аня, скажи, пожалуйста, как твоя фамилия или псевдоним произносится? Этот магазин, в общем-то, высылает по всему миру. Пересылка, я считаю, достаточно дешевая. То есть, когда я заказывала, она стала в пределах 6 паундов до Канады. Мне кажется, в России будет там еще дешевле, если маленький заказ там буквально от 2 паунтов начинается. То есть, это, конечно, паунд это дороже доллара. Но я думаю, что сейчас и в России пересылка достаточно дорогая. Поэтому классный магазин. У меня не дошли первый, мой заказ не дошел. Вы потеряли на почте. И они без проблем мне выслали второй раз. И все дошло. Я знаю, что очень много людей там уже заказывала. Поэтому все проверено. Очень там приятная такая хозяйка, Сара ее зовут. И, в общем-то, этот магазин дарит этот набор одному из моих подписчиков, который выиграет. И второй приз, который я хочу именно от себя разыграть. Это 2 моточка Рована. Называется Рован Файнест. 2 моточка по 25 грамм. Вот такой синий красивый цвет. Шикарный состав. Здесь 50% шерсти, 20% кашемир и 30% альпаки. Этих 2 моточка я проверила. Хватит на перчатки или на варежки. Не длинные, но обычной длинной. Я проверила на Равлри проекты. Люди вязали конкретно пару варежек, перчаток из 2 мотков. Поэтому этого точно хватит. К этому у меня будет мое кокосовое мыло, сделанное вручную. И вообще я его использую дома как хозяйственное мыло. Оно отлично отстирывает пятна. Оно смывает очень хорошо запахи с рук. Если это машинное масло, краска. В общем, все что угодно. Очень хорошо все умывает. Запах рыбы. Знаете, тряпки, которые завонялись кухонные, идеально отстирываются. Запах с них отходит элементарный. Пятна, которые дети там сильно сажают. В общем, это сильный такой действующий пятновыводитель. Эко, которые биоразлагаемые. И самое главное, он идеально отстирывает бобинную пряжу. Вот эту на него смывку, да, которая пропитку. Идеально все сходит с первого раза. Шерсть раскрывается. И это, кстати, можно любые. Я все свои вязаные изделия именно вот этим вот стираю. У меня есть шампунь с ланарином. Мне не нравится. Мне не нравится, как изделие. Оно не раскрывается. Вот кокос отлично все раскрывает. Это я тоже включу. И еще я включу от себя открытку. То есть у нас будет два приза. По поводу, как участвовать и все такое, я оставлю отдельное видео. Следом же загружу. Почему? Потому что по комментариям будут выбираться победители, чтобы не смешивать. Я не буду там отвечать на комментарии, чтобы рандомайзер, то есть случайный выбор был честный и на основании комментариев, которые вы оставили. Но не я. И чтобы у каждого был один комментарий. Или два комментария. Я расскажу про условия, чтобы это было все легко отследить. Вот, в общем-то, все, что я хотела рассказать. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok